сугубо внешне в нашем политикуме огромное количество уродов ну это ну то есть та вот есть физиология мистика вот те случаи когда у человека все написано на лице что кажется что касается вот какого-то внутреннего содержания да опять же но политика я никогда нельзя рассматривать кого-то как вот человек да вот то есть политика нужно рассматривать всегда в динамике с точки зрения некой динамики поведения я не люблю юлию владимировну тимошенко очень потому что ну это один из самых таких матерых манипуляторов в истории украинской политики вот это человек который забрался до такой степени что уже сам верит в собственную ложь вот а если не верит тем хуже для нее вот естественно мне не нравятся вот те люди которые сегодня собрались так называемой я называю к ложатому по блог когда на балкон выходишь прямо под тобой если вложить для журналистов масса людей мне это не нравится я даже не хотел бы должна на всех перечислять королевскую я очень не люблю наталью юрьевну кстати это опять же да дендорит юлия тимошенко за которой она не извинилась перед украинским народом и молчит я прекрасно знаю почему или владимировна молчит это позволяет мне ее не любить еще больше вместе с наталья юрьевна ведь я сразу двух женщин назвал не мужчин там чтобы не казаться сексистом мужчина омерзительных там тоже достаточно много упоминал пару раз здесь этого мураева это вообще мразь конченая но я понимаю что вот это вот он выполняет какую-то роль да во всем этом кремлевском спектакле вот такого царева которого пока еще не взяли за яйца ну тем не менее он мне очень неприятен да в каждой политической силе каждой политической силе есть человек которого который мне не нравится я честно говоря даже немного устал уже вспоминать честно скажу но я не люблю лещенко например вот и всю эту пассионарную троицу хотя к наему я отношусь более спокойно потому что он ну он очень такой он очень хитрый да он такой он объемный персонаж скажем тогда рельефный сережа и света там тоже это просто вот помнишь раньше были и может сейчас существуют такие книжки когда ты открываешь только оттуда фигура так оба картонная ну они вот такие вот картонные люди как бы и смысл их жизни уже он заключается совершенно очевидных вещах накопить бабла купить квартиру в элитном доме и ходить на дискотеке вот до тех пор пока подагра не разобьет вот такая ситуация но лещенко совершенно очевидно психически нездоров это не только мое мнение это мнение многих людей которые с ним знакомы вот ему реально нужен мозгоправ то есть я думаю что это как наверно какие-то комплексы может быть из детства может быть притула в нем воспитала или культивировала какие-то комплексы кстати в этом нет ничего ненормального и я даже вот сочувствую почему потому что но я сам такой человек который которую достаточно много было мышей в голове и осталось осталось еще отлавливая с завидной регулярностью вот он человек который по сути дела или не стоит преувеличить то что он делал ему давали материалы сливали одни олигархи в отношении других после этого он почувствовал себя лидером внезапно да как григор замза он проснулся и понял что он что он лидер что он опинион мейкер ну и насколько я там знаю у него были какие-то в личные личностные фрустрации связанные с какими-то неудачными личными взаимоотношениями вот а тут поперло тут все хорошо народный депутат вот написал там две или три каких-то блин мега книжки вот которые помогли ему издать я очень рад тому что он как бы себя реализовал да ну радовался я вот ровно до тех пор пока не оказалось что сергей лещенко ничем не отличается от тех людей которых собственно говоря он изобличал и что стало тому причиной то ли его какая-то вот это вот подспудная зависть да то ли вот это общее укачивая такая качающая контагиозность заразности парламента то ли желание показать девушке которая бросила что он тоже чего-то может мне на самом деле плевать что я побудила это сделать он превратился просто в героя своего же романа единственное что его героя герои его романа они куда более интересны вот тот же лазаренко которым он написал сагу ну это действительно какой-то драматический персонаж те же люди с кем он там воевал еще с коломойским воевал ну так коломойский это это очень харизматичный человек и это интересный человек да человек который сделал себя сам вообще не ходил пришитым к юбке притулы то есть он превратился даже не в копию а в какую-то вот ксерокопию такую причем когда уже в картриджик чернила заканчивается вот 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 такая вот копия то есть даже ксерокопия на грани симулякра я бы так сказал уже вот что я могу сказать по поводу журналиста лещенко политиком он так и не стал кстати к сожалению нет он продолжил заниматься тем же чем он и занимался вот и все а что касается вот других людей которые пришли в политику из той же профессии но они как-то конечно так так низко не падают да вот тот же соболе да зачастую я не могу сказать что я являюсь горячим поклонником самопомощи или или владею информацией о аномальной об аномальной полезности работы возглавляемого им комитета но поскольку там очень серьезный уровень саботажа внутри вот поскольку когда у тебя внутри комитета сидят такие люди как допустим тот же дунаев да или тот же береза да как оказалось у нас там друг друг шувалова то достаточно сложно работать эффективно но тем не менее если сравнить журналиста соболева и журналиста лещенко которые мы пришли в политику то лещенко закон тачился а соболев нет при этом степень как бы политической полезности оценивать как мне кажется еще рано вот такая ситуация